Меня зовут Бексултан Казбек, я являюсь продюсером разных медиа-проектов, TikTok-хаусов, сериалов, кино, и являюсь геймпродюсером компании JKS Entertainment. Мне хочется думать, что я добрый, рациональный, осознанный человек. Добрый, я стараюсь справедливо принимать многие решения, есть в казахском такое понятие Адам Гершлик. Для меня это само понятие очень важно, я ценю это в людях, и хочу, чтобы во мне эти люди тоже ценили. И в моих поступках, действиях, чтобы во всем был Адам Гершлик. У меня с детства просто обостренное чувство справедливости, если, не знаю, кого-то обижали, я всегда заступался. В школе, в универе было, и на улице бывает, вдруг кому-то что-то плохо, или еще я всегда обязательно мешаюсь, не смогу стоять на месте. Для меня в этом. И в принятии решений каких-то бывают разные, в бизнесе принимаешь решения. Порой тяжелые бывают решения, но мы стараемся так сделать, чтобы это было никому не обидно, максимально, конечно, и справедливо. Люблю много чего, люблю свою семью, жену, ребенка, работу свою люблю, команду люблю. Читать люблю, там много-много чего говорить. Раньше я читал больше фантастику, такое, а сейчас я стараюсь более бизнес-литературу. Недавно закончил читать книжку про то, как в Netflix HR команда выстраивалась. Или, например, есть книжка «Корпорация гениев» о том, как создавалась Pixar команда. Ну, такие бизнес-процессы мне очень интересны в данный момент. Ну, бывает и обычно, ну, там много, в общем. Я в этом плане книжный червь. Ну, футбол очень сильно люблю, много потребляю контента разного. Аниме, например, очень люблю себя смотреть. На данный момент, наверное, это «Клинок», «Клинок рассекающий демонов», это топчик. Ну, недавно я посмотрел «Крутой учитель Анидзука», это очень старое аниме японское. Мне понравилось. Такой юмор, очень необычный. Ну, прикольно. Там «Магическая битва», сейчас классное аниме. «Пламенная бригада» есть такое тоже, про пожарную. Ну, короче, много аниме. Я реально аниме тоже много смотрю. Ну, в моей работе просто нужно быть как бы в теме, грубо говоря, чтобы все понимать. Поэтому я много контента на самом деле потребляю. У Сачок, кто-то из блогеров же говорил, что когда ты путешествуешь, у тебя новые нейронные связи образовываются в мозгу. Я вот такую отмазку себе классно придумал. Решил в нее искренне поверить, и поэтому стараюсь путешествовать. Ну, еще во время ковида, когда мы на карантине сидели, я тогда сильно пожалел, что мало путешествовал. Я тогда подумал, блин, почему-то была же возможность, чего я не ездил. Сказали, нельзя, сильно захотелось. После этого я стараюсь периодически куда-то ездить, летать. В данный момент у меня одна из фаворитов – это Корея. Я уже за этот год был три раза, и вот на следующей неделе снова полечу туда. Мне хочется построить какие-то бизнес-процессы с ними. Мне очень нравится, как они смогли перевернуть в плане игру, именно контента. Игра «Кальмара» – номер один проект на Netflix. Кей-поп, BTS, топ-один в мире, можно сказать, по музыке, одни из. И в Лос-Анджелесе они делали концерт «Sold Out». И есть чему у них поучиться, поэтому мне пока Корея сильно нравится. Плюс у меня появилось много друзей оттуда, бизнес-партнеры. Мы уже начали какие-то первые деньги оттуда получать. Процессы идут, поэтому она мне нравится. Для меня в первую очередь семья. Конечно, на первом месте это. И какие-то семейные ценности стараюсь перекладывать, наверное, в команду свою тоже. Я очень горжусь тем, что у меня есть ребята, которые со мной 9 лет работают. Кто-то уже 10 лет работает. И что у меня нет какой-то текучки кадров. Если человек ко мне приходит, бывает, что приходит, уходит, потом возвращается. У меня уже несколько раз было так, что от меня ребята уходили, потом возвращались ко мне. Для меня это очень ценно. Мне нравится верить, что у нас есть какое-то братство в команде, какие-то семейные ценности. Что хоть я сейчас на позиции геймпродюсера, любой из них может мне напрямую подойти, какие-то комментарии сказать, предложить идеи. Как бы вот такие ценности. Недавно тоже я с одним партнером обсуждал. Хочется создавать условия тоже для людей, которые будут комфортны. И работать с теми людьми, с которыми мне комфортно. У меня были люди в команде, с которыми я расстался, которые создавали негативную атмосферу. Я понял, что есть только у спасателей правила. Ты прежде чем спасать кого-то, должен спасти себя. И вот с некоторыми людьми очень тяжело. Ты их тянешь, тянешь, тянешь. А они сами себя не хотят никак продвинуть вперед. Но ты их не заставишь это никак сделать. Поэтому надо расставаться с такими людьми. И именно командно можно добиться высоких результатов. Поэтому это одно из самых важных для меня ценностей. Вот Майкл Джордан сказал, что чемпионат выигрывает не человек, а команда. Я в это искренне верю. Сейчас как бы много сил на это трачу. На выстроение вот каких-то такой командной игры. В первую очередь это добропорядочность. Для меня важно какой-то позитивный настрой, энергия работать. Огонь в глазах. Порой бывает у меня, что мы берем не такого скиллого человека. Мы готовы учить, готовы вкладывать. Главное, чтобы человек сам хотел. Я вообще люблю, когда люди сами инициативные, горят. Таким людям хочется помогать, хочется вместе делать. Тогда есть энергия, когда с двух сторон энергия идет. Например, мы с Аминкой и Витаминкой, ее с мамой, ее работаем уже очень много лет. И как бы без какого-либо контракта. Ни разу у нас не возникало никаких вопросов или конфликтов. Но потому что они горят все время и говорят, что Сусан, давай что-нибудь придумаем, давай. И я тоже, давай что-нибудь придумаем. Бывает это так. Казах-торый этап, типа Аумер Алмагезек. Это то, что у нас так. Алмагезек это казахская древняя мудрость. А есть там экономик сайкл, цикличность, она тоже везде есть. И также в партнерстве бывает кто-то устал, кто-то должен подхватить. И наоборот. И вот так тогда это как какой-то ротор, это работает. Так же во всем. Любой сотрудник так же. Если он будет гореть, предлагать. И босс со своей стороны тоже будет им предлагать. Тогда это будет работать. Когда в одни ворота, конечно ничего не будет. Попробовать в футбол сыграть в одни ворота. Не интересно же, когда друг другу, тогда интересно. Для меня жизнь, бизнес это в основном брать ответственность на себя в поступках. Не знаю, там лидерство, еще какое-то. Потому что бизнес вообще не идет, пока кто-то на себя не берет ответственность. В этом братья на себя ответственность, так скажем, в этом умении. Для меня это как бы рациональность и есть. Рациональное зерно там какое-то. Ну стараюсь на эмоциях не принимать какие-то решения. Стараюсь успокоиться. Всегда саверлок, саверлок на первом месте. Мы стараемся вести бизнес кидс-френдли, чтобы любой ребенок мог посмотреть наш контент. Не рекламируем букмекерки, хотя они предлагают нам колоссальные контракты. Алкоголь, табачный, там не знаю, все такие минимально хотя бы зашкварные темы, мы отказываемся. Потому что у нас есть принципы, конечно. Не важно, что будет, какие контракты, суммы будут предлагаться. Будем этого придерживаться. Ну я вот тут, знаете, как это объяснил насчет гибкости, что вот, например, мы сейчас делаем один большой проект, сериальный. Там сложно, он очень много серий, очень много смен. И изначально к этому проекту мы подошли с позиции ученика. Там у нас есть партнер, мы хотели у них научиться. Поэтому у нас процесс пошел. И во многие вопросы я до сих пор держу себя в позиции ученика. Не так, что вот, условно, например, своим блогерам. У меня колоссальный есть опыт блогерства, я могу сказать, ребята, вот делаем только вот так. Но если я буду делать, говорить так, это продержится, ну там, может, полгода. Long term это не сработает. Если мы хотим долгосрочно, конечно, важна гибкость и позиция ученика, что ты хочешь научиться. Я всегда говорю, я знаю, что не стыдно спросить, если что-то ты не знаешь. Вайнерская школа, мы ее так для себя с командой называем, много научила принимать таких кризис-менеджмент решений. И нам сейчас в сериалах это сильно помогает. Например, что-то идет не так, большие команды, они мыслят комплексно. Они думают, блин, нам нужно то. Мы выясним чуть-чуть по-вайнерски, проще. Да давай просто вот так заменим. Давай вот так вот так вот так. Наши партнеры однажды нам дали такой фидбэк. Почему они с нами работают? Почему вы с нами работаете? Почему вы продлили контракт? Они говорят, нам понравилось ваше отношение к проблемам. Вы увидите проблему, вы ныряете в нее. И для меня вот, например, за последний год, например, продюсерский урок, который я для себя усвоил, ну такой явный. Это то, что если есть какая-то проблема, ты сначала реши эту проблему, потом ищи виновных, потом наказывай виновных, еще такое. Но сначала реши. А как у нас часто бывает? Если есть проблема, начинают скандал, начинают кричать, выяснять отношения. И это никак не помогает процессу. Ты как продюсер, твоя роль помочь процессу решить быстрее. Ты реши проблему, а потом уже разберетесь. Потом уже бывает, даже тебе не хочется ни с кем выяснять, ничего, это уже не важно становится. Главный результат же. Для меня счастье прийти домой после работы и увидеть улыбку сына, когда он встречает, там, там, все для меня, все сразу забыл. Все, что в течение дня было, какие трудности себя, ну, сразу, все неважно стало. Нет, конечно, я, например, он сейчас обожает с мячом играть. Моя мечта, я даже не мог бы мечтать об этом, что он сам футболистом. У меня просто были племянники, им было вообще, им пофиг на футбол. Я им сколько пытался форму дарить, мяч. И я как-то после них подумал, наверное, детям сейчас не интересно. Но у меня сына обожает мяч. У нас дома просто 20 мячей разной формы, там, вообще всех. Я бы, конечно, хотел его, чтобы он попробовал себя в футболе, в баскетболе, чтобы он был спортивным. Но без давления. Тоже часто родители перегивают. Многие люди несчастны от нехватки любви. Просто не уделили внимания, не уделили там еще чего-то в детстве. Поэтому я стараюсь максимально, как могу, внимания уделить, времени, любви. У меня просто отец такой, он часто об этом говорит. У нас, у казахов, вообще редко мы говорим о любви. Неважно, где там, детям, взрослым. Поэтому мы, когда тосты говорим, своим родителям мы плачем часто. То, что ты говоришь, желажерезно, потому что мы не говорим об этом открыто. А мне что-то повезло, мне отец часто говорит. Я вас люблю, дети мои, там, любите друг друга. Это важно говорить такое. Прямо своим детям, жене говорить, я тебя люблю. Это важно. Такой глубокий философский ответ получил. Ну, на самом деле, так. Не хочу банально говорить, но это реально так. Адам Жах Сукурсин, там все получится. Ну, наверное, как я в начале интервью сказал, Адам Гершлюк. Я хочется верить, что все вокруг меня люди. Это те, у кого есть Адам Гершлюк. Все мои близкие люди, братья, друзья. Там, многие их друзья, они мне как братья. У меня даже чат с моими близкими друзьями называется «Агань». Потому что мы уже не как друзья, а как братья. Ну, говорят же, скажи мне, кто твой друг. Скажу тебе, кто ты. В основном, это все ребята, которые хотят чего-то в жизни добиться. Всех своей цели, амбиции. Потом у меня были по жизни менторы, несколько человек. В данный момент мой ментор – это Анара Жнусова. Это продюсер казахстанский. Она многому меня учит. И как она сама говорит, она у меня многому учится. У нас у обоих позиций учениках. Это все вещи, я транслирую на самом деле. Это Анара, наверное, мысли в какой-то сфере. Она причина того, что я стал продюсером. Потому что у меня была проблема. Меня не воспринимали как продюсера, воспринимали как вайнера только. Ну, вайнер, вайнер. Потом еще у нас был Зын-зын. 80 миллионов на ютубы. И это, блин, так тяжело. Ты куда-то приходишь. А она рассказала. Я говорю, блин, что делать? Я не воспринимаю это как продюсера. Она говорит, мы обедали. Она говорит, все, с этого дня ни одного вайнера. Я говорю, блин, как? Это же деньги приносит. Она говорит, ну ты хочешь, чтобы тебя продюсера воспринимали? Я говорю, да. Все, вышел сегодня. Просто не снимай больше. Реально с того дня вообще практически не снимал. Там пару раз. И реально перестали люди меня воспринимать сейчас как продюсера. Вы же у меня берете интервью как бы продюсера. И как бы получилось. И это вот она, ее заслуга. Потом в сериалах много молчат. Что делайте большие проекты, делайте мировые проекты. Не бойтесь, у вас получится. И мы сейчас стараемся мыслить так, что мы хотим делать контент на мир. Мне вообще искренне нравятся сейчас люди, которые как бы тихо, мирно, не крича об этом, делают свое дело. Есть несколько человек, которые я знаю, у которых даже Инстаграма нет. В последнее время меня такие люди приходят. Потому что мы много говорим и знаем о людях, которые медийные. А есть люди, которые просто свое делают. Вот такими людьми я искренне восхищаюсь. Я занимаюсь тем, что я люблю. Поэтому мне работать легко. Я могу допознать, надо даже задерживаться. Есть понятие в японском икигай. Вот для меня моя работа, это мой икигай. Я нашел себя в продюсировании. Поэтому я бы не сказал, что сложно. Просто бывает много работы, а так нормально. То, что Джо Кассас мы в принципе создали, это такая огромная часть моей жизни. Сейчас это, как вы сами видите, большая компания, JKS Entertainment уже. В этом году мы празднуем 9 лет компании. Будем большой фестиваль на Алматы-Арена делать. 10 тысяч человек собираем. В 2015 году думал ли я об этом? Конечно нет. Не мог себе представить, что там у нас будет блогер, девочка, у которой 50 миллионов подписчиков будет хомяк. Или мы будем сериал делать для платформ. У нас сейчас наш сериал «Горле в два раунда». На Иви, на Кинопоиске, на ТВ Плюсе, на многих платформах. Три года назад мы об этом мечтали только. Сейчас это уже данность. Стараемся сейчас новые какие-то фишки придумывать. С этого года мы для себя выделили даже такое направление R&D. Research and Development. И туда выделяем деньги отдельно. Потому что TikTok House это же была инновация какая-то. Почему это стрельнуло? И также мы понимаем, что за инновациями в будущее мы хотим какие-то инновационные вещи новые делать. новые продукты создавать какие-то внутри компании. Но у нас еще компания так растет. Она, конечно, у нас. Сейчас такой период у нее. Мы в основном про интертейнмент. Это же фан. Дарим позитивные эмоции. Дарим какое-то отвлечение. Потому что я вот говорю, мы делали разные проекты. Мы делали комикс, озвучку, TikTok House. Это все контент. Мы дарим людям контент. Дарим какие-то позитивные эмоции. Раньше, когда мы играли в КВН, это были аплодисменты. Сейчас это все лайки, комментарии. Как-то другое все. Переобразовалось. С 10 до 7 я на работе. Каждые будни. Выходные строго не работают. Как бы понимать, большая часть жизни. Поэтому стараюсь делать так, чтобы мне работа нравилась. Ну, чтобы она нравилась, я разные вещи делаю. У меня, например, день расписан сильно разными проектами. За счет того, что ты делаешь разные проекты, у тебя нет сильно рутинных. Плюс съемки, которые выездные, помогают отвлекаться. Не так, что ты все время в офисе сидишь. Но в основном мы в офисе сидим. Многие думают, что а-ха, хе-хе, прикол. Не знаю, недавно у меня тоже одни друзья заходили в офис. У меня сценаристы сидели, работали. Четыре сценариста. Четыре сценариста, которые пишут сценарии, это очень скучно на самом деле выглядит. Они просто себя за ноутбуками, за ноутбуками пишут. У них когда брейншторм разговаривают, а так каждый свои диалоги, например, расписывает. Они зашли, говорят, блин, капец, а что так тихо? Они кого-то код пишут. Я говорю, ну да, это же работа, как бы вы что представляете? Йоу, чувак, давай у меня сидеть на брейнштормах, да, весело, ха-ха. Но и то не всегда. Ну, в первую очередь, заработок дает, конечно. Второе, как бы цели, планы, мечты, они воплощаются через это, через работу. У нас же прикол в том, что, я тоже недавно шутил, я говорю, я же не могу уволиться. Я же работаю на самом себе, в этом самая большая сложность. Тут, как бы, это большая ответственность. Конечно, порой устаешь. Когда ты работаешь на кого-то, тебе иногда проще в этом плане. Ты можешь уволиться, поменять работу. А когда ты делаешь собственный бизнес, ты один на один с бизнесом, с рынком. Много бывает кассовые разрывы, бывает еще что-то бывает, с которыми нужно сталкиваться, преодолевать это все. Тик-ток хаос, это не всегда так, ха-ха, хи. И операционка, это, как бы, работа. Ну, плюс я сам по себе такой человек, я не могу долго лежать, там, сразу хочешь двигаться. У нас был же Вайн, двигаться надо, двигаться, что-то надо делать. Это наш принцип по жизни. Я заметил, больше всех она нравится бизнесменам, потому что это олицетворяет их. Жизненная кредо, да, двигаться надо, двигаться, что-то надо делать. К ним, в домосновом, щенки помыть, ничего не добьешься в жизни, так и будешь лежать. Просто вот этот Вайн, он был рожден, в смысле, на реальных событиях. Я встретился с одними друзьями, они все, короче, очень часто собираются возле школы. Закончили уже давно, там, 2010-м году закончили школу. Просто сидят в машине перед школой. И все время одни и те же разговоры. Бизнес, ошибка. Давай мой шанс, давай PlayStation шанс, давай коляна шанс, давай битеймс, давай щетеймс. Но дальше этой машины эти действия никуда не идут. Я вас встретился с одним временем, давно вас не видел, потом говорю, блин, пацаны, вы уже 5 лет это обсуждаете. Вы уже просто начните, они такие, да-да-да, начнем. Я не смотрю ничего. И поэтому мы сняли Вайн, типа, спустя 10 лет, типа, уже усатые, бородатые, взрослые мужики. И опять там же, на том же месте стоят и говорят, двигаться надо, двигаться, что-то надо делать, бизнес надо, бизнес. У нас как бы есть большие планы, но это такие, я хочу верить, что это общекомандные цели у нас. Хочется сделать экспорт контента за рубеж, чтобы нас там признали. Вы же знаете казахстанскую логику, если тебя признали там, здесь тебя обожают. Ну, здесь, да, но как один раз Жеков от Белли мне сказал, добиться успеха в Казахстане это не так сложно. Типа, в Казахстане стать популярным это не сложно на самом деле. Это не какой-то показатель. Мир показатель, то, что делает Димаш, там, не знаю, Гена Головкин и вообще все эти люди. Донелия Тулешева сейчас вообще там, Америку покоряет. Это, да, показатель. Ну, первый совет, двигаться надо, двигаться, что-то надо делать. Второе, начните с малого. Ко мне часто приходят ребята и говорят, мы хотим сделать аниме, я хочу сделать комикс. Я говорю, это круто, нарисуй один рисунок. Всегда говорю, вот, просто одну картинку, начни с этого. Зачем сразу есть слона там, целиком. Одно, сделай картинку, просто картинку, не надо там, уже поймешь свой, много чего поймешь ты на этом опыте. А это вот начни с малой. Третье, это помогает думать, что ты всегда в начале пути. Я вот в своей команде всегда говорю, у нас есть Тима, как бы мой партнер, продюсер, я ему всегда говорю, Тима, мы еще в начале пути. Мы еще ничего не добились. Это все фигня. Мы еще в начале. Уж, конечно, бывает, когда мы какой-то там проект, там, сделали большой, кажется, вау, все. Ну, конечно, не все. Еще я говорю, мы ноу-неймы. В мировом масштабе мы никто. Я ездил на Венецианский кинофестиваль, у меня чуть депрессия не случилась. Мы вообще, мы ничтожно малы. Мы что-то значим в Казахстане и абсолютно ничего в мире. Там такие люди проекты делают, такого масштаба. Нам еще далеко до них.